Приветик всем! Сегодня уже седьмой день моего дневника правильного питания и давайте посмотрим, чем я питаюсь. Сегодня я проснулась в 9.30 и мой завтрак был готов заранее, потому что я его еще вчера приготовила. И это будут вкусные овсяные конфетки. Я высыпаю в сухую сковороду, то есть мы готовим без масла. Где-то один стакан овсянки. Очень важно равномерно ее распределить по сковороде и постоянно перемешивать, чтобы она не сгорела. В качестве скрепляющего элемента у меня будет один банан. Главное, чтобы он был очень спелым. Не забываем помешивать овсянку, чтобы она не сгорела. Я ее обычно дожариваю до золотистой корочки и отправляю к банану. Все тщательно перемешиваю и также добавляю 1 столовую ложку заранее замоченных в теплой водичке ягод Годжи. Вы можете добавить любые другие ягоды. И теперь в качестве сладости я добавлю еще 1 столовую ложку арахисовой пасты. А вы можете, если что, добавить столовую ложку меда. Влажными руками я скатываю конфетку размером где-то с теннисный мяч. На эту порцию ингредиентов у меня получилось примерно 10 или 11 конфеток. Если есть эти конфетки сразу же, то они, конечно, будут мягкими. Но я предпочитаю их немножко подержать в холодильнике примерно 1 ночь и уже на следующий завтрак их есть. Я себе позволяю где-то 4-5 штучек. Далее у меня были съемки видео. Здесь я вам что-то интересное рассказываю, что вы увидите, конечно же, совсем скоро на моем канале. И также я решила снять еще сегодня одну тренировочку. Кстати, догадайтесь, на какую мышечную группу она будет. И, как обычно, я всегда требую от вас новых идей. Чтобы вы хотели увидеть на моем канале, обязательно пишите все ваши пожелания в комментариях под этим и любыми другими видео. Я всегда их прочту и обязательно приму к сведению. Ну и дальше у меня был перекус из одного яблочка. Мне этого вполне хватает. И, кстати, я еще нашла у себя вот такие вот банановые чипсы, которые купила когда-то у тайца. Там было, может быть, 50 грамм. Они довольно-таки вкусные и очень приятно ими похрустеть, когда работаешь или смотришь какой-то фильм. Итак, пришло время обеда. И я вспомнила, что у меня в морозилке лежит вкуснейший сочный кусочек говядины. Для начала я измельчу пару кусочков чесночка и вместе с одним яйцом тщательно перемешаю. Добавлю немножко приправ, соли. И, кстати, да, гречка, какая бы она ни была и где бы она ни была, в Таиланде или у меня дома, я ее всегда промываю в воде, чтобы крупинки были чистыми. Наливаю очищенную воду и на свою сковороду выкладываю кусочек мяса. Также я решила сделать совсем простенький салатик, гречки и мясо. Я нарезаю немножко капусты. Дальше у меня здесь идет огурец и помидор. В общем, самые обычные салаты я очень часто их делаю. Все эти продукты можно купить абсолютно везде. И этот салат можно заправить как сметаной, так и оливковым маслом или подсолнечным маслом. Совсем немножко. Оставшуюся смесь из яйца и чеснока я выливаю уже в готовую гречку и тщательно перемешиваю. На свою тарелочку я добавляю, как обычно, 5 столовых ложек гречки. Ну, Диме побольше. Немножко салата и половинку говядины. И мой самый обыкновенный обед, который я готовила ранее у себя дома, наконец-то готов. Приятного мне аппетита! Наконец-то я здесь купила креветки, и они здесь очень дешевые и очень мясистые. И из них я решила сделать очень простенький салатик. Конечно же, для начала мне их нужно сварить. Я их сразу же высыпаю в кипящую водичку, и они моментально начинают краснеть. Добавляю немножко соли, и где-то через минут 10-15, когда они уже сварились, я выливаю из них воду. Ну и также тем временем я сварю яички. И теперь самый длительный процесс – это очищение самих креветок. Конечно же, из той кучи, что я купила, получилось совсем немножко мясо креветок, но поверьте, оно очень вкусное. Итак, для моего рецепта потребуется всего-навсего листья салата, 1 помидорка, 4 яйца, мясо креветок и, конечно же, йогурт. При всем при этом это на 2 салата для меня и Димы. Обязательно промою листья салата и начинаю нарезать все ингредиенты. Я люблю нарезать крупными кусочками, для того, чтобы прочувствовать каждый вкус каждого продукта. Мне так больше нравится. Немножко подсолю и добавляю креветки. В качестве соуса можно использовать как йогурт, так и сметану или различные соусы, какие вам больше нравятся. Если у вас есть лайм, можете добавить еще немножко сока лайма или лимончика. Мой легкий ужин готов. Всем приятного аппетита, кто сейчас кушает, смотря это видео. Я знаю, что таких много. И пишите ваши рецептики, что вы сегодня кушали на ужин. Вечером с Димой мы решили прогуляться на тайский рынок. И я здесь нашла замечательнейшую женщину, которая делает обалденный коктейль. Как она нам объяснила, этот напиток состоит из каркаде. Вот такой вот интересной травички, которая называется лемонграсс. Просто с потрясающим ароматом. Также здесь идут вот такие вот синие цветочки, если вы помните. Называется чай красоты в Таиланде. И соком лайма. Очень ароматный, очень освежающий и немножко кисловатый напиток. Что самое приятное, эти все ингредиенты растут у нее в саду. Когда мы пришли домой, я решила сделать себе просто порцию протеина. Но в этот раз я добавлю себе не воду, а молоко. Где-то 100 миллилитров. Ну что ж, мои хорошие, эта неделя влогов правильного питания подошла к концу. Я очень надеюсь, что она вам понравилась. И я вам дала какие-то новые идеи для ваших рецептов. Обязательно пишите ваши впечатления, ваши пожелания в комментариях. И мы с вами встретимся совсем скоро в следующих видео, тренировках. Всем удачи и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok